электроника лифтовая управляющая компания закроет на все глаза район как на ладони вот у меня сразу интерес как они это сдали это так в проекте недостроенный дом по закону сдавать свои новостройки интересно очень архитектурное решение здесь еще работы и работы между блоками все ровно четко блин забыл слова как называется проклятый коронавирус скрытые петли смотрите кирпичи кирпичику звонок просто крутяцкий красота обращаю ваше внимание если смотреть по плоскости но понятно что дом сдали но еще подписать не успели поэтому черная стенка смотрится стильно и вот это застройщик считает шумоизоляции конь не валялся жду ваших комментариев друзья добрый день я андрей артемов жилой комплекс альтер расположен на проспекте шумяна на берегу реки охты в красногвардейском районе санкт-петербурга жилой комплекс представляет из себя три здания высотой до 12 этажей с высокими окнами из алюминия а на последних этажах панорамное остекление но конечно комплекса есть свои особенности так мы знаем что рядом уже расположен жилой комплекс магнифика в нем давно уже живут люди от шведского девелопмента банавы и он намного современней по инженерным системам нежели чем альтер и так друзья слушайте внимательно в жилом комплексе альтер вентиляция сборная из бетона привезенная с завода такую же вентиляцию ставят в панельных домах начиная с советского времени соответственно говорить о качественной вентиляции здесь не приходится ну как о качественной мы должны с вами понимать что законы физики никто не отменял если на улице плюс 20 и в квартире плюс 20 то движение воздуха не будет в той же магнифике механическая вентиляция и вне зависимости от температуры за бортом всегда будет нужный приток и отток воздуха но и также не забывайте что в магнифике есть рекуператоры а вальтеры к сожалению нет если говорить о самих квартирах то здесь квартиры застройщик передает в черновой отделке соответственно на ремонт вы потратите больше денег нежели чем той же магнифики потому что в магнифике все квартиры придают либо в белой отделке либо за дополнительные деньги вы дозаказываете один из вариантов чистовой отделки от застройщика для меня еще один из важных вопросов это шумоизоляция в моей квартире так примеру в жилом комплексе магнифика застройщик применяет шумоизоляционные маты в 12 миллиметров толщиной что обеспечивает хорошую звукоизоляцию в квартирах примеру вы своих соседей можете никогда в жизни не услышать хотя они живут и снизу сверху и за стенкой в жилом комплексе альтер застройщик пошел другим способом и применяет здесь стенофон толщиной 5 миллиметров вот так выглядит стенофон в 5 миллиметров такую же подложку мы видим во всех комплексах нашего большинстве комплексов нашего города к примеру в шушарах я недавно вам обозревал показывал жилой комплекс simple тогда же там застройщик позаботился шумоизоляции и лежит подложка сантиметр толщиной и достаточно плотный чтобы вы не слышали соседи так вот здесь свет хотя бы я вам смогу чуть лучше показать слушайте это сантиметр похоже друзья до сантиметра смотрите какая она плотная но в бизнес-классе и видно посчитали совсем по-другому понятно конечно что банала красавчики и на фоне альтера у них достаточно продавались хорошо квартиры а так примеру в альтере высота стандартного потолка два метра восемьдесят семь сантиметров а в магнифике от двух метров 70 сантиметров до трех метров соответственно а где три метра там и настоящие финские деревянные окна сделанные в россии в жилом комплексе альтер 220 квартир и 110 машин и мест в подземном паркинге место расположения у комплекса и я считаю достаточно интересное потому что до станции метро новочеркасская здесь всего лишь 800 метров это очень хорошая пешая доступность на момент съемок однокомнатную квартиру в жилом комплексе альтер можно приобрести от 16 миллионов в пятьсот пятидесяти тысяч рублей а в той же магнифики от 16 миллионов 200 тысяч рублей а на вторичном рынке однокомнатную квартиру в магнифике с чистовой отделкой частично бебелью можно приобрести от 13 миллионов 400 тысяч рублей может быть именно поэтому такое большое количество не проданных квартир в комплексе ну что друзья давайте просто пройдем и попробуем пройти в комплекс и посмотреть тем более он сдан 1 сентября 2022 года вот как раз вот там находится станция метро новочеркасская сейчас мы с вами пройдем через мост и речку ох то и видим уже красивую набережную город обязал застройщиков банаву которая уже выполнила свои обязательства сделала набережную осталось сделать ее соответственно альтеру ну и конечно если посмотреть на набережную альтера и набережную от банавы то узнаете мне больше лично нравится банава если обратите внимание на фасад фасад смотрится красиво это кирпич большие алюминиевые окна окрашены в белый цвет смотрится достойно вот там мы видим панорамное стекление коммерцию ну по зеленению конечно альтер считаю очень сильно проигрывает той же банаве но у банавы тоже нет чудес и у банавы к сожалению есть проблемы которые не решаются годами фасад здания обратите внимание как красиво все смотрится здравствуйте кирпич красивый какая красота расшивка над входными группами вот такое стекло сверху положили утеплитель для того чтобы его не дай бог не разбить мы видим тот же кирпич и видим красивую площадку и сейчас понятно что все подготавливается вот вывозят большое количество мусора так а где вход то было вот это кстати сушки вначале подумал что это резиновое покрытие друзья но нет это какой-то камушек он видите вырезано видно сушки так неплохо неплохо интересно входная группа это я понимаю черный вход а лестничные марш и здесь все понятно но вот видите что бывает когда прочитали и забыли или что-то сделали криво приходится все это расшивать и делать но здесь видим сразу обычные двери как-то на бизнес не дотягивает так здесь у нас до основная входная группа здесь как говорится конь не валялся лифты все не работает никакой нет отделки в данном доме лестничный марш здесь у нас плитка белые стенки светильники поднимаемся выше видим что видим упаковку от керама мараться эта плитка вот так выглядит у нас ограждающая конструкция держится крепко надеюсь подкрасят слышно работа перфоратора и вот он у нас обычный второй этаж вот сюда зайдем это выход на лестничные марш и есть предбанник плитка достаточно красиво смотрится вот такие друзья обратите внимание потайные двери от застройщика отделка лифтового холла есть нумерация причем обратите внимание она здесь стоит под наклоном то есть когда ты находишься вот здесь тебе лучше видно достаточно интересный потолок понятно что здесь дальнейшем будут осветительные приборы и если посмотреть сюда обратите внимание как красиво сделано обрамление широченная дверь но вот открывать на эти так ощущение что он достаточно легко идет все закрыто большое количество замков фурнитура ночная задвижка ох ты здесь скрытые петли здравствуйте а можно зайти благодарю из плюсов мы видим что вот это друзья бетон все остальные в отличие от магнифики здесь не гипсокартона здесь обычный цементный блок 8 сантиметров шириной второй этаж огромное количество окон вот это обычные стандартные окна они я бы не сказал бы что широкие но они достаточно высокие до потолка на рынке доходит сантиметров 20 внизу у нас стяжка здесь будет подключен дальнейшем радиаторы вот так выглядит стенофон в пять миллиметров на котором сверху соответственно лежит подложка и вот это застройщик считает шумоизоляции стяжка кстати должна быть со соответствии с проектом 6 сантиметров толщину подводка радиаторов снизу ну и соответственно давайте пользуясь моментом измеряем высоту потолка 289 вот здесь на втором этаже здесь можно выйти во двор уровень второго этажа здесь уже такое поинтереснее сделано зеленение что-то сделали наподобие бана вы ну давайте поднимемся на самый верх я люблю повыше и внимательно все рассмотрим вот видите все электричество проходит в гофре делаю это такой подвесной потолок и закрывает достаточно такими интересными по мне симпатичными плитами но и отделка конечно лифтов здесь тоже какие-то панель или декоративная декоративная штукатурка или округа эта краска похож какая-то в общем здесь достаточно так прикольненько так что это у нас такое потайной выход межквартирный коридор смотрите как красиво смотрится черный белый и вот это обрамление и небольшое количество квартир а мы с вами друзья поднимемся на последний этаж для меня лично здесь из плюсов что нет переходных балконов обычный лестничный марш с завода нормальная высота ступеней идешь включается свет ну а здесь обратите внимание уже их окрасили почистят и будет красота но у нас 12 этаж причем как-то странно окрасили частично невысоко вот видите будет проход пятый этаж по ключикам магнитным как это я понимаю надеюсь от ноют знакомый стис обычно плиты завода уложены внутри закладные металлическая пластина и обварили все потом закроют также лестничные марш приварены соседним конструкциям 12 этаж вот такие стандартные двери стандартные ручки такие же мы видим во всех проектах от эконом и выше забрала ну так себе электрооборудование ну надеюсь уберут напомню сдали 1 сентября до старого года наверху видим указатели на каком этаже расположен лифт это плюс здесь находится оборудование лифтовое смотрите как сделано практически не выступает минимум большая алюминиевая дверь большое количество стекла из нержавейки ручки смотрится дорого богато вот здесь такие панели знаете чем-то напоминают обычные пластиковые панели которые продаются в строительных магазинах ну тут понимаю закроет черная стенка смотрится стильно но еще понятно все доделают ну и потайные лючки конечно же это достаточно круто клапан понимаю тоже сюда установит забрала надеюсь на это так это вот у нас декоративный элемент он просто понимаю клеится вот сюда наверх ну здесь уже был приклеен но клей пожалели но похоже упал открытая квартира обратите внимание что всю фурнитуру закрыли сами двери такого темно-кирпичного цвета вот это панно смотрится красиво сталь окрашена порошковой краской здесь такие вскрапления тут сантиметров 7 наверно 8 полотно вместе с накладкой раз замок послушайте здесь один замок всего один замок всего друзья обратите внимание какие классные звонки сушки очень стильно молодцы тук тук добрый день заходим сейчас посмотрим сколько здесь комнат у нас при входе замечательный утопленный щит под автомат автоматы и и кей если я правильно произношу аналогичный применяет застройщик бана во своих проектах но понятно что дом сдали но еще подписать не успели поэтому придираться не будем интересно сделано включатель такое ощущение что-то тех помещения это кухня одессе нас вентиляция вот там она видно идет оли может быть соседнику а это просто наверх здесь вы вывод сделан это последний этаж здесь своя видна вентиляция гипсокартоном зашиты инженерные системы здравствуйте вход воды сверху также как у бана вы здесь видим большое количество распаячных коробок вот видите обратить внимание где торчат провода никакого гипсокартона цементные блоки провода вот в такой трубе спрятаны но соответственно если здесь штукатурить то здесь 4 сантиметра будут штукатурки достаточно считаю много здесь у нас какой-то лючок здесь зашито коробом в бана вы кстати полностью прямоугольные ванную комнату вот таких углов и я не помню доступ воздуха сюда вот устройство потом сверху прикрепят или выдадут при приемке и все эти брак видна пена такого не должно быть или нет да пены видно пена закреплены установлены окна на специальном креплении ухты как и легко открываются слушать очень красиво смотрятся эти алюминиевые окна но обратите внимание какой открывается отсюда красивый вид жаль сегодня дождик и не полетать на коптере а ведь конечно достаточно красивый у кого окна считаю выходят вообще в любую сторону потому что это одни из самых высоких зданий и соответственно здесь достаточно хороший вид так как у нас открываются и на вентиляцию открываются друзья вот альтер молодец сушки сказочно работает это кстати второй комплекс сделал так круто работает фурнитура монолит достаточно хорошие стать на него посмотреть последний этаж здесь обычно всегда убитая опалубка если например его сравнить с тем же балконским в центре санкт-петербурга то конечно это просто премиум элит кстати обращаю ваше внимание что здесь застройщик нарастил кусок стены и здесь нормально станет наличник его не нужно будет подрезать при установке двери и нестандартные широкие проемы хочется измерить давайте мы измерим здесь во первых проем измерим высоту потолка 1 метр 4 сантиметра но друзья к сожалению если смотреть по плоскости то находится вот так не под углом то есть как-то сделали кривовато и наличник здесь по-нормальному будет немножечко торчать ладно строители разберутся высота потолка от стяжки кстати стяжка на первый взгляд достаточно ровные красивая 288 даже чуть больше чем говорил застройщик здесь есть выход у людей на свои террасы вот эти вот это застройщик сразу пишут дефекты для того чтобы заранее все исправили красота человек ты где он невидимка вот наверно мне кажется приятно когда у тебя есть вот такая терраса причем она достаточно широкая ограждающие конструкции получается у нас от пола метр тридцать пять то есть не слишком высоко ну соответственно если немножечко нагнуться или чуть быть выше чем я метр семьдесят пять то можно увидеть соседскую террасу но напротив мы видим жилой комплекс магнифика от банава сток для воды вот она почему-то здесь собирается немножечко сделали уклончику не так тут гофра торчит но вид конечно оцените друзья вид конечно здесь шикарный здесь коридоре у нас будет дальнейшем я понимаю специальная окошечко может быть потайное будет для того чтобы обслуживать инженерной системы но соответственно плитка смотрится достаточно симпатично коридор на вскидку метр сорок положено быть но вот у меня вопрос к этим панелям по мне смотрится немножечко такой найти неудачное решение при этом плинтус сделали очень красиво так здесь у нас тоже квартира здесь у нас тех помещение звонок просто крутяцкий последний этаж здесь обратите внимание аналогичные ступени такой подъем весь замученный я надеюсь они это все отмуют у нас здесь выход на кровлю ухты какая красота надо сделать фото вот здесь октамол река ухта вот туда в него вытекает ну все знают значит это у нас паркинг паркинг это нас кровля видеонаблюдение фото сделано специально места по которым нужно ходить ну чё-то как-то знаете я вот честно много раз очень часто по своей специфике бываю на кровле но я бы не сказал бы друзья что чем-то здесь хорошо выделяется но от могу обратить внимание вот это просто штукатурка а вот это обратите внимание влага и она вот здесь стоит ну понятно да со временем все будут отваливаться вентиляция кровельного пирога система дымоудаления оставили гидроизоляцию кровли торговая марка для и копал здесь два слоя один вот так положили потом 2 вот так вот вот это второй и там внизу еще один так идет это везде так делают ну вот вот видите такие места есть так еще не значит пенопласт торчит но здесь тоже видите вот выход есть а ничем не прошли не герметиком вообще ничем понятно влага будет попадать и со временем вот этот слой с утеплителем будет отваливаться система оповещения на случай чрезвычайных ситуации здесь какие-то еще дополнительные модули не знаю это уберут или это останется в подарок жильцам граждающая конструкция смотрится красиво держится крепко но здесь город как говорится как на ладони ну вот наверное здесь друзья и все здесь в принципе больше наверху смотреть-то особо и нечего ну вот например меня смущает вот такие места вот видите здесь влага где попадает вот здесь что-то особенно вот эти места где выходит вентиляция например канализация вот здесь мы видим пену здесь мы видим дырку здесь мы видим дырку не прошли не герметиком нет никакого-то дополнительного кольца для того чтобы туда не попадала влага но и как-то странно что труба открытая да получается то есть туда будет попадать влага ну принципе от канализации страшного ничего нет вот здесь внизу вот эта красная постройка это офисные здания с ними их никуда не снесут возможно даже это памятник архитектуры смотрится красиво и вы понимаете что это здесь будет всегда заезд в этот комплекс по мне немножечко интереснее чем у бана вы по то чтобы она вот за ними туда узкий заезд и там утром периодически пробки но когда достроить все должен быть еще там выезд где как раз ох то мол это конечно частично наверное исправить ситуацию но эти чтобы выйти надо так рукой провести и выходить если вам интересно то что я показываю и рассказываю друзья напишите мне об этом чтобы я знал показывать мне вот то что вы сейчас видели или это не показывает то есть вам это не нужно тогда зачем я трачу свое время так что жду ваших комментариев здравствуйте там есть квартира открытые отлично вы шлифовываете стенки до так что смотрите здесь эти потолок аналогичный вот видите там ламели на рынок можно так назвать то есть вот эти длинные ламы и они вот видны то есть они получаются неровно такое ощущение что немножечко знаете вот такие полукругом идут здравствуйте слушайте сами планировочное решение когда здесь находишься внутри достаточно интересно есть помещение с двумя окнами пример вот здесь обратите внимание мы видим речку охта и вот здесь мы видим речку охта и сразу понимаешь надо выезжать тебе или нет есть пробка либо пробки нет но и для меня конечно плюс то что здесь находится охта мол мне лично охта мол нравится торговый комплекс потому что там есть все необходимое и нет такого огромного количества людей то есть там чувствуешь себя достаточно свободно слушайте фасад сделан вообще четко друзья очень четко все ровненько красивенько держится крепко смотрите кирпичи кирпичику на каждом этаже не каждый застройщик вот такой красотой друзья может похвастаться и вот декоративный элемент обратите внимание какая здесь вот эта ширина до окна и какая здесь здесь все одинаково молодцы ну и вид конечно наверное можно его охарактеризовать одним словом шикарный и вот здесь тоже обратите внимание друзья то есть застройщик подумал нарастил кусочек стенки и соответственно с нормально встанет наличник и его не придется подрезать вот видите как видите они обрезают если здесь была бы стенка не нужно было бы обрезать наличник он был бы вот такой был бы конечно красивее потому что ответе идеально сделать не могут все классно идешь срабатывает датчик и через какое-то время выключается это кстати вроде мелочь но при этом друзья это очень хорошо экономит электроэнергию но понятно когда ты приобретаешь себе квартиру за 16 половиной миллионов рублей делаешь ремонт еще настолько жена ты будешь думать о платежах плюс-минус тысячи рублей но конечно самое основное что его сдали 1 сентября и мы видим в каком он находится состоянии вот так это будет в дальнейшем здесь уже наводят порядок это третий этаж демо этаж немножечко подправит на моют сушки но дверь смотрится очень красиво что что сделали классные обратите внимание так подсветочка сюда смотрится так симпатично какие-то здесь я понимаю светильники будут белое панно скрытые петли но и здесь тоже здесь это что у нас однокомнатная нет 1 помещение 2 2 комнатные квартиры до до 2 комнатная квартира обратите внимание что большое количество окон для меня лично это большой плюс напротив соседний дом тут буквально не знаю метров может 15-20 но я бы не сказал бы что мне это как-то мешает как-то это давит считаю все нормально они друзья здесь еще несколько комнат а это ванна своя это мастер-спальня ну тут видно сделали под банану что можно мыться прямо на пол да кто-то конечно большой плюс считаю мне очень нравится когда душ и прямо вода течет на пол как в хороших гостиницах вентиляция вот здесь дополнительно вывели вывели получается и соседнего помещения вот из этого или это сюда это сюда вывели а кора получается вот там внутри идет так ничего не видно темнотища получается возможно кстати здесь он еще непонятно где сама эта бетонная конструкция то есть они ее спрятали но и вентиляция конечно обычная стенки держится крепко сразу здесь отмечу смотрите друзья что первое мне здесь понравилось во первых одинаковое расстояние то есть все сложено красиво нигде не видно щелей как например мы это видели как складывал rbi в балконском мы здесь видим были забыл как называется проклятый коронавирус с завода с бетонный нормальный то есть все держится крепенько так здесь у нас вообще огромная ванная также тут все зашито гипсокартоном и смотрите что у меня есть в общем достал свой фонарик чтобы вам показать большая ванна заземление обратите внимание вот здесь таки как хорошо видны между блоками все ровно четко вентиляция где сама эта сборная вентиляция не могу понять потому что вот да вот для этого короба это очень немножко лифты киона не знаю плитка только со второго этажа до 2 верни будет еще плитка дальше интересный элемент но раз он сдан по идее нет такой же я видел с вами примеру в новом лестнире где также до полуторного этажа есть плитка а больше и не смотреть ничего а вот друзья и паркинг утеплитель подъемные ворота сюда соответственно всех будет грязь стекать все пахнет краской здесь еще работаю работы я не вижу пока пожарной сигнализации датчиков или они где то есть их просто не вижу на суши паркинг такой ничего себе нормально нигде не видно чтобы была влага из-под стен но ответ зато видны провода напомню сдали 1 сентября давайте пройдемся друзья по набережной велодорожка вот такой сделан камень он ощущение значит на колью все приклеено смотрится прикольно изначально было ощущение что это резиновое покрытие плитка декоративная подсветка небольшие деревья ну неплохо но бана вы набережная мне нравится больше качели кстати прикольные они здесь обратите внимание что прямо у речки когда будешь раскачиваться будет видна река считаю такой достаточно позитивный момент но фасад смотрится классно мне нравится интересно очень архитектурное решение временная леневочка токусь мы сделали с кровли с крыши так ну что давайте попробуем сюда зайти вход в квартиры здесь тамбур дальнейшем понимаю поставить двери здесь будет лежать коврик чтобы вытирать ноги как мы видим с вами радиатор отопления не поставлен здесь еще вверху гипсокартон вывода электричество проштробили еще даже не закрыли 1 сентября зато сдали вот у меня сразу интерес как они это сдали это так в проекте достроенный дом лифтовой холл темнотища никакой отделки так а здесь у нас аналогичный лестничный марш даже не знаете наверх или нет значит а для всех напомню 55 статью градостроительного кодекса откройте почитайте как застройщики должны по закону сдавать свои новостройки так выглядит кровля дома где панорамное стекление вот здесь если внимательно посмотреть то здесь я например не вижу герметика ну и понимаю что вода будет проходить надеюсь это все исправит но сами видовые характеристики просто шикарный район как на ладони да здесь отсюда тоже с эти хороший вид потому что видите другую сторону ох ты обустроил город значит я друзья был вот в этом доме ну а мы соответственно в этот уже не пойду два раза подняться на двенадцатый этаж ну тринадцатый третий раз не хочется сама баннава но баннава считаю дворовая территория намного привлекательней на сайте детская площадка какая очень специфическая а то же видите сдали дом здесь пена от того что было давно установлена смонтирована дверь светило соответственно солнце видите что она в прошу превращается должны были за чеканить но мусор убрать кровлю доделать но не судьба вот такие тоже до элементы видите намазюкали кое-как все равно что никто не поднимется управляющий компания закроет на все глаза и пойдем смотреть если открыто панорамное истекление темнота друг молодежи так хорошо что у меня с вытащил фонарик так у нас здесь всего три квартиры закрыта еще закрыты все жалко всего три квартиры так а с этой стороны вот видите да вот вот так с данном доме вот такие друзья чудеса так то чуть побольше квартир ну значит не судьба хотел показать вам старался ну видите вот электроника лифтовая прикольно что не шкаф закроет он практически будет незаметен о смысле для звонков шикарный звукоизоляции будет да вот здесь она панорамное стекление но к сожалению все закрыто как видите обратите внимание я хотел вам показать но так как двери закрыты я соответственно не могу пройти все разобрался софта уровня второго этажа можно пройти видите планчик есть как это все должно быть на площадку резиновое покрытие горочка решение такой так себе вот здесь у людей соответственно у них свои террасы ну и соответственно крики и вопли будут постоянно посадят кустики внизу там бетон сам двор небольшой и слежанки все-таки он конечно сделан больше для взрослых асписан спортивная площадка думаю навряд ли кто-то здесь будет заниматься спортом когда вы пишете что в конце октября никто не занимается зеленением обратите внимание на жилой комплекс альтер и застройщика ааджи видите сколько много каких-то это либо кустики либо цветочки как-то похабно сделано гидроизоляция сделано тоже похабно такой пожарный заезд жилой комплекс альтер интересный проект другого проекта в этом же месте не будет потому что все вот эту территорию занимает альтер и магнифика нужна помощь недвижимостью пишите мои контакты и ссылки на соцсети в описании к этому видео друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а и 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